Тема выступления это какие технологии сценарий будущего формируются в настоящем. Дело в том, что когда мы слушаем каждый конкретный доклад или читаем какой-то конкретный отчет, то нам кажется, что все разумно. Вот линейная зависимость, вот Молдавия, вот Белоруссия, вот здесь положили, здесь вылезла. А когда мы начинаем смотреть на ситуацию системно в целом, то выясняется, что все устроено гораздо сложнее. Вот, например, влияние климата на экономику. Несколько лет назад экономисту Уильяму Нордхаусу дали Нобелевскую премию за исследования, в которых он объяснял зависимость между климатическими изменениями и экономикой. При этом товарищ Нордхаус работу свою сделал из рук вон плохо и халтурно. И, например, в своих экономических моделях он не учитывал негативные эффекты от того, что у нас, скажем, перестанет производиться продовольствие на земле. То есть из-за климата может так получиться, что все сельское хозяйство погибнет и еды не будет. Как рассуждал Нордхаус? Он рассуждал так. Сегодня сельское хозяйство составляет очень маленькую часть ВВП, поэтому им можно пренебречь. И последствиями для сельского хозяйства можно пренебречь. Из этого он сделал вывод, что, в принципе, не надо замедлять сильно глобальное потепление. Можно особо не торопиться, потому что наши потомки с этим справятся как-нибудь. А то, что будет нечего кушать совсем вообще, потому что поля сгорят, засухи будут, либо затопят, либо что-то еще, с точки зрения экономистов это вообще не важно. А, например, такие сектора, как, скажем, блокчейн, криптовалюты, интернет-услуги, вот это вот все развивается. И очевидно, что это очень хорошо и важно. И экономическая модель получается вот такая. К чему я это говорю? К тому, что когда вы пытаетесь разобраться в том, как будет устроен мир в 21 веке, то абсолютно неправильно брать какой-то один аспект и по этому аспекту линейно рисовать и строить какой-то таймлайн. Потому что в этом случае вы совершенно точно попадете не туда, куда нужно. А, естественно, что учесть всю сложность и все взаимосвязи мы не можем, но надо стараться. Я хочу сейчас немножко рассказать, пробежать по технологическим темам разным, чтобы показать, насколько вообще многообразен мир трендов и тенденций и насколько неоднозначная картина у нас к 2100 году вырисовывается. Ну, начнем с того, что есть вот такая интересная схема, в интернете можно посмотреть, возможность выбрать свое будущее в зависимости от того, идем мы в сторону высоких технологий внизу, в сторону низких, в сторону большей опасности или в сторону большего комфорта. И вот каждая комбинация, она позволяет описать какой-то отдельный сценарий, вот их может быть не три, как на последнем слайде у Елены было, их может быть на самом деле гораздо больше. То есть могут быть сценарии, в которых мы осваиваем другие планеты, могут быть сценарии, в которых происходит киборгизация, могут быть сценарии, в которых мы строим какое-то привычное нам утопическое будущее. И вот выбор между этими сценариями, он на самом деле зависит от того, какая технология или какое социальное или экономическое изменение придет первым. Возьмем, например, энергетику. Есть одно направление. Это возобновляемая энергетика, солнечные батареи, которые сейчас уже ставят даже в угольных шахтах. Китайцы переоборудуют карьеры угольные, оснащают их солнечными батареями, чтобы одновременно и территорию использовать, и зелеными быть. С другой стороны, есть атомная энергетика. С третьей стороны, есть всякие экзотические варианты. Например, мне очень нравится российский проект Аэрогэс, который позволяет примерно в 100 раз повысить эффективность гидроэлектростанций за счет того, что использовать энергию воды на всей ее высоте. То есть от облаков до поверхности. Это 5 километров, а не 50 метров, как при использовании обычной гидроэлектростанции. Правда, выяснилось, что никому эта технология особо не нужна, и компания Росгидро, например, предпочла проигнорировать этого изобретателя. Он порассказывал, порассказывал по нее и пошел дальше заниматься своими делами. Но вот этот проект, он показывает, что потенциально вообще мы могли бы использовать только исключительно энергию падающей воды и покрыть все потребности человечества в энергии. Без солнечной энергии, без ветряной, без атомной, без тепловой. Только из этого источника. И если посмотреть, скажем, историю Японии, то там когда-то в середине 20 века почти вся энергия была из гидроисточников. В Норвегии, например, большая часть энергии из гидроисточников. А вот таким образом могли бы всю планету набдить. Если смотреть еще на энергетику, там есть другие радикальные инновации. Например, вот на левой картинке это беспроводная передача электроэнергии, которая сейчас внедряется в Новой Зеландии. Совершенно случайно один новозеландский изобретатель просто решил, прочитав про японские проекты передачи энергии из космоса, он решил попробовать то же самое сделать на Земле. И вместе с государственной энергетической компанией сейчас эти технологии внедряет. Если мы посмотрим, как может поменяться вообще вся наша энергетическая система, если у нас будет беспроводная передача энергии, как по планете, так и с орбиты, то понятно, что это полностью поменяет расклад. Нам будут не нужны ни аэрогаз, ни солнечные батареи на Земле, ни атомные, ни что-нибудь еще. Если мы посмотрим на необходимую компоненту энергетики, на хранение энергии, то тут тоже есть совершенно разные направления, которые вообще одно исключает другое. Например, есть такая прекрасная технология хранить энергию в бочках, залитых бетоном. То есть стоит кран, поднимает бочки и таким образом запасает энергию. Когда нужно энергию получить, то он опускает эти бочки и за счет этого крутится генератор, производится электричество. Другой подход – это водород, водородная энергетика. Тут мы видим, что это частично политический вопрос. И, скажем, в Японии, в России развитие водородной энергетики происходит не только по технологическим или экономическим причинам, но и по политическим. С другой стороны, есть такие интересные экзотические способы, про которые сейчас начинают много говорить в контексте железных батарей. Это возможность использовать простой процесс химический – это окисление железа. То есть берется железный порошок и просто сжигается. И это суперэффективно. В качестве результата этой реакции получается просто ржавчина, оксид железа. Потом можно, используя возобновляемую энергию, обратно превратить его, разделить его на кислород и железо и использовать снова. И так использовать бесконечно. При этом, в отличие от каких-нибудь литий-ионных батарей, которые требуют много достаточно редких элементов, железные батареи таки ничего особого не требуют, используют просто железо, которого и так очень много. Но если мы посмотрим на всю эту энергетическую историю, то на самом деле она вся может оказаться вообще нерелевантной, если у нас в 21 веке реализуется проект нанотехнологий. Проект, который попытались запустить в 90-е годы и в нулевые годы этого века, но который не удалось провернуть и который просто провалился. То есть более половины триллиона долларов было потрачено на исследования и разработки в области нанотехнологий, но нанороботов, нанофабрик так и не было создано. А если удастся это сделать, то есть реализовать те обещания, которые были, которые звучали, то можно будет и получить неограниченное количество солнечных батарей и радикально снизить затраты на производство чего угодно и, в общем, решить все проблемы с климатом буквально за пять лет так, как нам захочется. Но при этом сегодня никто такие сценарии не рассматривает. И если посмотреть, скажем, трансформации, о которых говорит межправительственная панель по изменению климата, о которых говорят государства на саммитах климатических, то там никто не разговаривает ни про нанотехнологии, ни про какие-то еще радикальные потенциальные вмешательства. Более того, в документах упоминается зачастую, что вот эти документы, обзоры про климат, они написаны с позиций, что кардинально новых технологических инноваций не будет и как бы все написано с таких консервативных позиций. Но на самом деле научно-технический прогресс потенциально может происходить и менять совершенно полностью все условия игры. Более простая вещь, чем нанотехнологии, та, которая уже существует, это 3D-печать. И она показывает, что есть некоторая траектория, которая может к нанороботам, к нанофабрикам привести. Вот здесь вот картинка, это 3D-принтер, который производит ракеты. Компания Relativity Space американская, и их задача делать ракеты еще более дешевые, чем у Илона Маска, еще более простые, состоящие из в 10 раз меньшего количества деталей, которые можно просто взять и напечатать. И если мы посмотрим еще дальше, то мы увидим, что существует уже много фабрик и много компаний в мире, где производство полностью автоматизировано. Например, японская компания Fanuc, где давным-давно, уже много десятков лет работают заводы, где роботы производят таких же роботов. И если мы сможем вот эти технологии перенести, скажем, на нано-производство, то сможем решить все наши технологические и производственные проблемы разом. Дальше, если посмотреть на тему интеллекта, то даже патриарх Кирилл говорит сейчас о том, что нас, возможно, в будущем ждет появление новой расы разумных существ, имея в виду киборгов, постлюдей, транслюдей, и говоря о том, что это опасно, тревожно, и как-то надо готовиться к этим изменениям. При этом существует много технологий уже сейчас, которые позволяют, либо используя лекарственные препараты, либо использование методики обучения, методики мышления или компьютерные программы, человеку думать более эффективно, то есть уже сейчас выходить за рамки того, что является привычным для Homo sapiens. И если посмотреть опять на список трансформаций, шести трансформаций, которые были в предыдущем докладе, то там, например, нет трансформаций, связанной с усилением интеллекта человека. При том, что многие специалисты говорят, что проблема климата, например, и проблема устойчивой экономики, устойчивого развития, это проблемы, которые требуют принципиально новых инструментов мышления, принципиально новых инструментов для коллективного мышления. И вот если вы представите себе, что у вас есть сотни показателей, которые надо оптимизировать по сотням стран, то в результате получается сверхсложная система, в которой просто так не разобраться. То есть даже та схема, которую четвертая группа показывала, где семь квадратиков, соединенных стрелочками, уже она кажется сложной. А представьте себе, что квадратиков будет не семь, а семьсот семьдесят семь, и стрелочек соответствующее количество. Возможно, что для того, чтобы справиться с глобальными вызовами, глобальными проблемами, человечеству сначала надо прокачать свои мозги, а без этого может получиться, что мы никуда не уедем. Есть альтернативная точка зрения. Тот же Патриарх Кирилл общается здесь с роботом Федором. И что интересно, в каком-то смысле он является предателем человеческой расы, потому что Патриарх Кирилл выступает против трансгуманизма, против людей, которых улучшили, но при этом он поддерживает и одобряет роботов, которые обладают искусственным интеллектом. То есть, по сути, он предает человеческий род. И это, на мой взгляд, одна из самых больших и самых серьезных ошибок, которые человечество может сделать в 21 веке, а именно вложение в создание сильного искусственного интеллекта и создание конкурента для Homo sapiens, конкурента, который, возможно, вообще захочет нас уничтожить или просто даже не будет на нас обращать внимание. Если посмотреть, как сегодня идет прогресс в области нейронных сетей, в области глубокого обучения, то мы понимаем, что все используют искусственный интеллект как базворд, как область для огромных инвестиций, и все страны говорят о том, что нам нужно больше умных автомобилей, умных самолетов, умных фабрик, умных электростанций, умных городов. И все это означает, что идут вложения в создание искусственного интеллекта, в том числе потенциально, который может составить конкуренцию человека. И это достаточно большая опасность. Соответственно, вот если мы себе представим 21 век, то там есть одна траектория, которая ведет к усилению человеческого интеллекта и к тому, что многие из нас могут стать транс-людьми, пост-людьми. А есть траектория, которая ведет к созданию сильного искусственного интеллекта, где мы просто оказываемся ненужными, а искусственный интеллект начинает в какой-то момент управлять и экономикой, и миром, и всем, что в мире есть. Проблема здесь заключается в том, что мы на протяжении всей нашей истории привыкли, что конкурировать нам приходится с равными, то есть с другими людьми, которые, в принципе, более-менее соответствуют нам по возможностям. А искусственный интеллект может быть намного быстрее, намного хитрее, и может в какой-то момент начать контролировать все, что происходит в мире, просто потому, что мы ему это поручили. То есть освещение, звук, отопление, все, что связано с производством, с транспортом, и в какой-то момент выяснится, что мы уже не контролируем ничего. А у искусственного интеллекта есть власть над миром, и это может приводить к конфликту. Есть много нарративов относительно того, что должно происходить в будущем, и об этом речь шла в лекции по моделям будущего. Один из нарративов – это космос, и считается, что это такой новый фронтир, последний, который дает человеку новые возможности для развития, возможности для того, чтобы получить больше ресурсов. Есть традиционная модель, как этот космический проект может реализовываться, а есть радикальные варианты, например, связанные либо с космическим лифтом, либо связанные с еще всякими разными интересными технологиями, которые позволяют в космос отправиться. И в зависимости от того, какой сценарий реализуется, будет совершенно разная ситуация по темпам освоения космоса. Вот, например, сейчас, когда Безос подал в суд на НАСА, то НАСА заявило в ответ, что это может привести к замедлению темпов лунного проекта. То есть может так получиться, что просто из-за судебных исков освоение космоса замедлится. Если говорить про нашу планету, то тут есть разные варианты. Может так получиться, что мы все улетим в космос, может так получиться, что мы восстановим экосистемы. Может так получиться, что мы будем развивать сельское хозяйство, может получиться, что мы его полностью ликвидируем, и вместо этого будем производить еду, в том числе непосредственно из воздуха, как это уже делает один финский стартап Solar Foods. Есть огромное количество возможностей, которые для нас открывают генной инженерии. Так, например, вакцина Sputnik V производится с помощью генно-модифицированных организмов. И так получилось, что страх людей перед пандемией частично погасил страх перед генной модификацией, перед ГМО. И если мы в какой-то момент все технологии генной модификации, которые были созданы, возьмем и освоим, то это может создать тоже совершенно новую картину для будущего. Потому что, в частности, все, что касается, скажем, фотосинтеза, все, что касается работы растений, можно очень сильно поменять с помощью генной модификации, повысив их эффективность, в том числе в том, чтобы захватывать CO2 из атмосферы, в том, чтобы сохранять углерод. И если мы вообще вспомним историю с появлением деревьев на нашей планете, то когда там появился лигнин, как один из компонентов растительных клеток древесных, то какое-то время на Земле не было бактерий, которые могли бы этот лигнин перерабатывать, и он просто складировался, а потом превратился, соответственно, в полезный ископаемый, в уголь. И возможно, что мы сможем генно-модифицировать растения так, чтобы эффективность высаживания лесов оказалась в десятки раз выше, чем сейчас. И это тоже одна из возможных траекторий. Может так получиться, что мы построим зеленые города и будем жить в какой-то утопии. Может так получиться, что климат заставит нас копать вглубь, и всем нам предстоит в конце века жить в подземных небоскребах, не небоскребах, а землескребах. И, по сути, ориентироваться на бесприродный технический мир, потому что на поверхности жить будет уже просто нельзя. Есть для этого много разных интересных технологий, технологических решений. Если говорить, например, о транспорте, то тут тоже есть множество альтернатив, начиная от струнного транспорта, такого как SkyWay, летающих автомобилей, которые все упорно делают, индивидуального транспорта, и вообще, возможно, отказа от транспорта совсем, потому что есть потенциал виртуальной реальности. Точно так же, если мы посмотрим на социальные изменения, то тут спектр возможностей варьируется от постарения населения, когда в Китае население снизится до 500 миллионов человек, и будет проблема и с пенсионным обеспечением, и социальным, вплоть до альтернативы, альтернативы, когда все люди будут жить неограниченно долго, и мы получим реализацию бессмертия. Причем эта реализация тоже может пройти по множеству технологических направлений, не только ГМО, которое было упомянуто, но и искусственные органы, и выращивание органов, и даже пересадка головы, пересадка тела, что тоже технологически возможно. Также, естественно, возможности по криоконсервации людей в случае смерти, и по загрузке человеческого сознания в компьютер. Вот весь этот спектр возможностей, он на самом деле сегодня, в 2021 году, он является потенциально значимым, и каждое из этих направлений в каком-то смысле может реализоваться. Иногда это зависит от конкретных компаний, иногда от конкретных изобретателей, иногда от политиков, но в целом, когда мы думаем про траектории будущего, то нужно понимать, что вот это разнообразие вариантов, оно дает нам очень много возможностей, потому что если бы будущее было просто предопределено, то есть ясно было бы, что вот одна какая-то история происходит, и мы можем там выставить какой-то таймлайн, тогда от нас бы ничего не зависело. А сейчас, чем больше этой неопределенности, тем больше энергии вот в этой системе есть. Мы можем чуть-чуть в нее чем-нибудь потыкать, как-то ее там простимулировать, вот эту вот систему человеческую, и получить тот результат, который нам нравится. И вот вопрос, как это сделать, он является самым интересным с точки зрения такой практической прикладной футурологии. То есть если мы хотим поменять исход, который будет 2100 году, или обеспечить тот исход, который нам нужен, то какими именно приемами, какими именно воздействиями в какие точки это можно сделать. Я предлагаю всем об этом думать постоянно, и не только на форуме, не только сегодня и завтра, но вообще понимать, что чем более будущее неопределенное, тем больше у вас возможностей им управлять и в него вмешиваться. А это, соответственно, дает власть над миром, и что может быть лучше. Спасибо. Вопросы? Данила, обещаю, это последний раз, когда я вам задаю вопросы. Скажите, пожалуйста, последняя фраза «власть над миром», что может быть лучше. Правильно ли я понимаю, что ваша цель – это власть над миром? Ну, как очень хорошо обосновал Фридех Ницше, это единственная нормальная цель. То есть выбор у человека есть между рабской жизнью и волей к власти. Данила, можно вам вопрос задать про нанотехнологии? Вы считаете, что это перспективное направление, но почему, по вашему мнению, оно все еще не развивается в достаточном темпе и не внедряется массово? Частично из-за женщин. Печальная очень история была. Был отец нанотехнологии, Эрик Дрэкслер, у него была прекрасная жена, Кристина Петерсон, которая вроде бы должна была ему помогать, и тоже вроде как была умная. Но в какой-то момент что-то они не поделили, отношения у них испортились. Она его бросила, отсудила у него, забрала квартиру. Дрэкслер был вынужден мыкаться по каким-то друзьям, расстроился, депрессировал и в итоге, в конце концов, забил на нанотехнологии. Вот такая есть гипотеза. Другое объяснение, что в этом виноваты коммерсанты и мошенники, которые попытались нанотехнологии превратить в нано-мошенничество. Много причин на самом деле. Я думаю, что кроме тех, которые я назвал, еще одна проблема, что большинство людей вообще никак не концептуализирует то, что мы состоим. Вот к вопросу о соблюдении дистанции. Мы когда дотрагиваемся до чего-то, то мы не дотрагиваемся вплотную. Между атомами нашей руки и стены есть дистанция. Потому что вот так вот устроена сила отталкивания. И большинство людей не понимает, что такое атомы, что такое молекулы и, соответственно, что такое нано-машины. И им кажется, что это просто что-то, какие-то роботы, что-то маленькое. А на самом деле для того, чтобы сделать нанотехнологии, были бы нужны инженеры, которые очень хорошо, интуитивно понимают, что это такое. Нет инженеров, нет детей, которые бы нормально учили химию. Соответственно, нет и нано-роботов. Здравствуйте. Микрофон работает? Ну, неважно. В общем, вопрос такой. Вы говорили про искусственный интеллект. Работает просто поближе держать. А, да. Каким путем он, скорее всего, будет идти? Нужен ли какой-то прорыв? Сейчас он в основном реализуется как-то программно. И вообще сейчас все компьютеры, собственно говоря, не сказать, что утратили в росте, но так или иначе все они работают сейчас на процессорах и не собираются искать новый способ создания вот этих вот алгоритмических машин. То же самое с искусственным интеллектом. Это сейчас программы, которые на основе статистики что-то решают. Тем не менее, возможно ли это будет новый алгоритм, или же для создания более мощного интеллекта, или же какой-то новый прорыв какой-то? Ответ на этот вопрос состоит из 400 квадратиков. У нас полтора года назад был организован в Москве воркшоп четырехдневный по составлению сценарной сетевой карты сценариев развития сильного искусственного интеллекта. Мы это делали вместе с американским ученым Россом Грюцмахером, который писал кандидатскую диссертацию по теме прогнозирования развития искусственного интеллекта и работал с ведущими компаниями с OpenAI, с DeepMind. Потом мы его сватали в Сбер, в их новый институт по EGI. И вместе с Россом и с нашими экспертами, которых мы привлекли, где-то 20 человек было, мы составили за 4 дня большую карту сценариев, которая показывала, как именно, то есть через какие прорывы, через какие инновации можно прийти к тем или иным версиям и вариантам сильного искусственного интеллекта. То есть это вот тот метод, который, составление сценарных сетевых карт, тот метод, который мне кажется самым сильным для того, чтобы прогнозировать развитие технологий. Короткая заметка. Существует техника охлаждения атмосферы за счет пуститься аэросолом. И, конечно, есть вопрос, это уже возможно, но проблема в том, как я понимаю, что прогнозировать, какие следствия это может иметь. Но эта техника существует и исследователи, которые... Я бы сказал, что здесь проблема, скорее, не в том, что мы не можем прогнозировать, проблема, как обычно, в людях. Например, в России этим занимался Юрий Израэль, один из ведущих климатологов российских, и в том числе у которого были хорошие отношения с руководством страны. Он был представителем Путина на выборах как-то. И у него была возможность проводить эксперименты подобного рода. Но потом он умер от старости. И сейчас, насколько я знаю, всерьез вот такими проектами занимается одна девочка маленькая в Гарварде. Ну так вот, понятно, есть проектов много и обсуждений много, но всерьез, ну, реально единицы проектов в мире. И каждый раз, когда кто-то пытается, зачастую люди сталкиваются с тем, что их начинают обвинять во всех возможных грехах. И тут, на самом деле, очень много есть вещей, которые человечество могло бы сделать, но либо боится, либо умерли те, кто это придумали, либо те, кто придумали, просто отчаялись и уже ничего не делают. Друзья. Мотив – это конкуренция за деньги. Обычно, если говорить про нанотехнологии, то там была интересная история конфликта между Эриком Дрэкслером, отцом нанотехнологий, и Нобелевским лауреатом по физике Ричардом Смолли, который открыл фуллерены. Ричард Смолли был когда-то фанатом Дрэкслера, прочитал его книжки, а потом в какой-то момент пути у них разошлись. Смолли хотел больше денег для своих научных центров в свои университеты и не хотел заниматься какими-то такими далекими вещами. И он стал обвинять Дрэкслера в том, что тот пугает детей нано-роботами и серой слизью. Он прямо шел в ведущие СМИ американские и говорил, «Мистер Дрэкслер, перестаньте пугать наших детей». А потом случилась интересная история. С Смолли у него обнаружили рак. Он по этому поводу стал «born again Christian», стал креационистом, поверил, что Земля была создана 6 тысяч лет назад, даром, что Нобелевский лауреат, и крыша у него поехала совсем. И он дальше продолжал бороться с нано-роботами Дрэкслера, пока наконец-то Смолли не умер от рака, а Дрэкслер, к счастью, еще жив. То есть тут обвинять можно в чем угодно. Того же Джеймса Уотсона, открывателя ДНК, обвиняют в том, что он расист, потому что он пару раз предположил, что может быть у негров IQ ниже в среднем. То есть можно очень легко репутацию человека испортить, если было бы желание. Продолжение следует...